С наступлением лета количество машин на дорогах увеличивается в несколько раз, а значит вероятность попасть в ДТП тоже возрастает. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Добрый день, уважаемые жители и гости Славянского района. Хотел бы с вами пообщаться на тему аварийности, которая у нас сложилась на территории Славянского района. В связи с горячей порой отпусков, соответственно, в наш край прибывает огромное количество отдыхающих со всех регионов России. К примеру, в Славянский район за неделю прибывает порядка 140 тысяч единиц транспортных средств, проходят через Славянский район, в сторону Азова-Черноморского побережья. И в большинстве случаев они происходят на федеральной автодороге, ведущей к побережью. За последний месяц у нас произошло две таких больших крупные аварии, в которых погибло 4 человека, в том числе двое из них деток, и порядка 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Основной причиной дорожно-транспортного происшествия явились выезды на полосу встречного движения, в местах, где это запрещено. А хотелось бы обратить еще особое внимание на то, что данные выезды происходили по причине утомленности водителей. Как правило, это либо ранние утренние часы, либо обеденное время, когда жаркая погода, солнце, водитель устал, уснул или отвлекся от управления транспортным средством. И в итоге произошли такие трагедии. Поэтому в первую очередь хотелось бы обратиться к тем гражданам, которые едут транзитом через наш район, о том, что здесь уже недалеко осталось, как говорится, до побережья. И по возможности не надо испытывать свой организм на износ, что вот-вот я и доеду. Нет, лучше остановитесь, отдохните часик. Скажем так, вдоль федеральной автодороги есть места, стоянок, столовых, где можно спокойно, не нарушая право дорожного движения, не стоять на обочине, а съехать на эту стояночку, передохнуть часик-другой, умыться и уже бодрым поехать. Потому что я говорю, вот уже, если брать с начала 2023 года, число погибших по причине выезда на полустречное движение перевалило за десяток уже. И все практически именно из-за сна, из-за утомленности. То бишь не то, что они нарушали, обгоняли другие транспортные средства с выездом на полустречное движение, если запущено, а именно по причине утомленности и сна. Поэтому еще раз вас призываю к тому, чтобы не забывайте о том, что вы везете, во-первых, семьи свои, близких, детей. Это один аспект. Второй аспект – это то, что в данных дорожно-транспортных происшествиях страдают дети. И страдают дети-пассажиры, которые зачастую не перевозятся и не находятся в детских удерживающих устройствах, либо, если уже они взрослые, не пристегнуты ремнями безопасности. Это тоже немаловажный аспект, так как это при выезде на полустречное движение, соответственно, это самое травмоопасное ДТП, и страдают не только водители, но и пассажиры. Поэтому в обязательном порядке, если вы отправляетесь в поездку, оборудуйте свое транспортное средство детским удерживающим устройством, либо пристегивайте пассажиров, если они уже выросли, довольно-таки взрослые, ремнями безопасности. Попросил бы еще, скажем так, жителей Славянского района и ближайших районах в пиковые такие дни, это у нас сейчас понедельник, пятница и воскресенье, по максимуму воздержаться от поездок по федеральным автодорогам, если вам, скажем так, не горит такая поездка, потому что заторовые ситуации в эти дни самые наибольшие. То есть мы проводим статистику, мы смотрим, мы взаимодействуем с соседними районами для того, чтобы максимально с использованием регулировочно-распорядительных действий разгрузить дорогу. Но, тем не менее, поток транспорта большой. Вот, грубо говоря, сегодня понедельник, пиковый день, уже сейчас, грубо говоря, по состоянию на 15 часов, через Славянский район прошло уже порядка 15 тысяч единиц транспортных средств. И, соответственно, затор перед хутором Коржевским уже начал образовываться с часов 11 дня. Такая же самая ситуация прогнозируется и в пятницу, и в воскресенье.